Культура — хрупкая сфера. Как сказал один философ, культура — это созерцание целого. И именно культура делает государство сильным. С вами программа «Аколада» и я, ее ведущий, Тарас Куценко. Первая столица Украины — Харьков, богат культурными традициями и наследием. Театры, концертные залы, музеи — это все объединяет нас. И программа «Аколада» призвана освещать дорогу зрителю на пути к высокому искусству. Сегодняшний выпуск мы посвятили Харьковскому национальному академическому театру оперы и балета имени Николая Витальевича Лысенко, в котором не так давно состоялась премьера двух опер. В один вечер на сцене малого зала театра зритель имеет возможность посмотреть две одноактные оперы. Гайтана Деницетти — Рита или «Пиратский треугольник» и Джаки Нарасини — «Брачный вексель». В театре была и мечта, и желание давно. И уже были опусы, и опробировались одноактные оперы комические. У нас были и так, и сейчас идет директор театра Моцарта. Это первое, то, что все-таки эти как бы малые формы одноактовки комических опер, они всегда представляют собой интерес. Это, скорее всего, как романс. Он короткий, но емкий. Так точно в таких одноактовках. А во-вторых, это стиль, музыки, стиль достаточно сложный, филигранный. И это очень большая польза для всех исполнителей, включая певцов и включая оркестр. Во-вторых, эта комическая опера, она должна быть подвижной. И по режиссуре она подвижная. Актерские должны уметь двигаться не так, как обычные оперы, такие мощные, масштабные оперы, там статично стоит хор, статично все есть. Но поют хорошо, если хорошо. А в этом, поэтому это как жанр, он представляет интересы не только нашего театра, это во всем мире практикуются и ставятся самые различные камерные оперы, одноактные. Немного что отличается, скажем, стиль Россини. Там более такое бисерное музыкальное слышание и музыкальная насыщенность. В Денисетте больше есть певучности, но он тоже, если послушать одно и другое сочинение, и тот же Денисетте, темы, музыкальные темы, мелодии, они близки к опереточным мелодиям. Так же, как, кстати, у Верди. Другие удивительно. Трагическая опера или какая-то драматургически насыщенная опера вердевская, а мелодии, как бы, мы приходим в опереточный. Поэтому вот публика, когда приходила на спектакль во время Верди, они выходили уже после спектакля, уже пели вся толпа, грубо говоря, пела эти мелодии, запоминающиеся. В этом есть своя оригинальность и в этом есть гениальность. В локальном тексте есть такие места и в Денисетте, и в Россини, где нужно очень четкое слово и такое бисерное слово, очень мелкое и доходчивое слово. В этом, если вот соприкасаться с этим, то и туше должно быть значительно мягче, ненавязче, легкое такое, полетное, филигранное. Нюансы – это не сила звука, а это состояние, скорее всего, характер и состояние определенного эпизода музыкального. Как-то апрельским днем 1839 года, прогуливаясь по бульвару итальянцев в Париже, композитор Гайтана Денисетте встретил драматурга Густава Веза и договорился с ним о либретто для новой музыкальной комедии. Через короткое время опера была готова. У Денисетте на тот момент уже была некая договоренность с Парижским театром опера Комик о написании музыки к спектаклю. Однако постановка в этом театре тогда не состоялась. Между тем, Ритой заинтересовался импресарио Добенико Барбая, на тот момент занимавший пост распорядителя государственных оперных театров Неаполитанского королевства, который пожелал поставить оперу в Неаполе. Денисетте перевел текст музыкальных номеров с французского на итальянский, тем самым адаптируя оперу к итальянской публике. Но Барбая внезапно умирает, и Рите пришлось ждать своего часа до 1860 года, пока она наконец-то попала на сцену опера Комик. С тех пор опера обрела популярность и ставится на разных языках и под разными названиями. То двое мужчин и одна женщина, то Рита или побитый муж, А в постановке одного московского театра название звучит так – «Любить по-русски». Она настоящая женщина. Я бы даже сказала, такая, знаете, немножко практичная. Она любит деньги, она любит комфорт, и поэтому ей, как и любой женщине, нравится, чтобы она как бы немножко была дома властной хозяйкой. Ну, как она говорит, не всем же мужья достаются герои. Поэтому устраивают ее и это, лишь бы у нее были деньги. А первым мужем у нее был такой пират деспотичный, поэтому она на своем горьком опыте научилась как руководство к действию со своим вторым мужем. Ну, она очень женственная, она лукавая, она где-то проявляет свою философию, когда монологи у нее идут. Поэтому я не могу сказать, что она в меру глуповата, в меру мудра. Ну, такой вот практичный образ. Вы знаете, каждый, наверное, для себя решает сам, какая может быть Рита. Ну, я считаю, что да, она такая вот стервочка, которая, в принципе, настрадалась в жизни от первого мужа и решила отыграться на втором. Вот. Но, в общем, и в этом, так сказать, была вся завязка этого персонажа, этого образа. Сюжет оперы потрясающе интересен и актуален сегодня. Здесь есть и чувства, и супружеские взаимоотношения, и любовный треугольник. Преуспевающая хозяйка гостиницы Рита счастлива в семейной жизни. Своего второго мужа, тихого и покладистого Беппа, она держит под строгим контролем. Своим благосостоянием Рита обязана первому мужу, пирату Гаспару, который вскоре после свадьбы пропал в море во время шторма. Неожиданно в гостинице останавливается сам Гаспар. Он считает себя вдовцом, так как слышал о гибели Риты во время пожара. Сложившиеся обстоятельства никого из мужей не радуют. Ни один из них не желает оставаться с такой сварливой хозяйкой корчмы. Кому выпадет остаться в супружеском союзе с Ритой до конца своих дней, покажет жребий. В конце концов, Гаспар с облегчением отправляется в Освояси, а Беппа получает послушную и любящую жену. Сюжет опер «Рита и брачный вексель» наполнены интригами и приплетениями судеб, как в жизни. В музыке это тоже слышно. У нас еще в театре сейчас тенденция омоложения коллектива. И очень много молодых артистов, которые себя уже кто-то проявил, кто-то еще не проявил, кто-то на маленьких партиях был. И для некоторых это была возможность, молодых я имею в виду, артистов-исполнителей, проявить себя в более широких партиях, больше прикоснуться к образу. Потому что очень много спектаклей уже на каких-то штампах сделано, уже кем-то было придумано. Для некоторых артистов, например, для Гаврися Жени, или Сережи Леденев, он после «Бестиарии» делали. И тут совсем другое, дебелькантовая партия, совсем другой образ. Тоже уже по-другому сделано. Я здесь уходил, пытался, чтобы они уходили от штампов. И чтобы люди уже прикоснулись к образу. И в принципе, да, в Рите там возраст не указан, я согласен. Партия Рита для меня не очень сложна. Ну, может быть, сказывается уже опыт и какая-то зрелость, мастерство. Поэтому я не могу сказать, что для меня эта партия сложная. Ну, у нее есть, конечно, свои сложности. Это и, прежде всего, передача интонации в мелодии, небольшие колоратуры. Ну, в общем, так особенно для меня вот таких сложностей не было. Это первый сценический дебют композитора. Творение юного Россини, написанное им в 18-летнем возрасте, это не опытный образец начинающего композитора, а произведение, уже написанное по заказу Венецианского оперного театра. Музыка Рассини и сюжет оперы правдиво рисуют характеры героев, выводя их за пределы условных масок оперы Буфа. Если брать партию в классе и просто ее исполнять как вокальный номер, то, в принципе, она не сложная. Но, тем не менее, подготовка к более сложным, допустим, севильский цирюльник. Но если брать этот комплекс, это театральная постановка, это мезоцены, это актерские тренинги, это сцены фехтования, различные трюки, которые исполняем, то действительно она очень сложная. Несмотря на свою короткость, скажем так, мобильность, то есть небольшую протяженность, она все-таки сложная. Для того, чтобы хорошо спеть и воплотить в жизнь эту партию, вокалисту нужно обладать, ну, наверное, очень хорошей техникой вокальной школы. И, в общем-то, нужно достаточно долго работать для того, чтобы впеть такие сложные колоратуры. Когда двигаешься и живешь в интересном мире, когда это драматический спектакль, ну, раз с одной стороны, да, а с другой стороны оперный, вот как раз вот здесь происходит настоящий синтез жанров. Это игра персонажа, который старше тебя по возрасту. Это безумно сложно. Не находясь в гриме, не находясь в костюме, практически не было видно, что ты играешь персонажа. Когда все стало на место, когда зазвучала музыка, когда вышел, действительно, многие люди сказали, это не ты. Даже родные, которые приехали на премьеру, они не узнали. Мы, говорит, мы тебя пол спектакля искали, когда же ты выйдешь на сцену. Здесь уже было неважно, что ему там 29 лет, там, или 28. Ну, где-то он слишком иногда моложавый, но все равно он такой экспрессивный, получается, что я и хотел. Такой Эйнштейн. Даже и образ подобрали, когда в зеркало себя увидели, совсем по-другому себя ощущали. И то, что пьеса к возрасту не указана, это в принципе не важно. Потому что здесь важно, как человек сам себя ощущает, какой он образ дает, какой он дает характер, какую дает характерность. Богатый канадский купец-слуг сообщает своему компаньону по торговым делам Тобиусу, что намерен жениться и просит подыскать ему невесту. Тобиус решает покрыть свои давние долги компаньону, выдав за него замуж свою дочь Фанни. Узнав, что Фанни любит другого, благородный слуг отказывается от брака с ней. Более того, он помогает Фанни и ее возлюбленному соединиться. На самом деле Тобиас Мель действительно любящий свою дочь, заботливый отец, но в начале спектакля его заботит только лишь тот брачный вексель, который обналичит ему его партнер из Америки. И он считает, что когда он разбогатеет, счастье его дочери обречено на успех. И только лишь в конце спектакля, когда у своей головы он ощущает дуло пистолета, когда его жизнь висит на волоске, лишь тогда он понимает, что чувства, которые испытывает дочь, действительно к любимому человеку, с которым хочет провести жизнь, тогда лишь он смиряется. Ну, опять же, либо смиряется по чувствам страха, либо от того, что действительно прислушивается, что его дочь живой человек. Он, наверное, в течение своей роли перевоплощается из такого меркантильного знающего цену в любящего отца. Но хотя знающего при этом цену. Потому что все равно дочь, она не может быть нелюбимая, но финансовые расчеты для человека, который в определенных обстоятельствах финансовых, они тоже для него, он пытается их решить. Каждый солист, когда работает над образом, артист, актер, да, он его оценивает, изучает и, наверное, строит свой характер в своей будущей героине. Вот я, когда работала над этой партией над образом Фанни, вот мне почему-то показалось, и я хотела это воплотить в жизнь на сцене, что она добрая, честная, чистая, и, наверное, никакие материальные блага не смогут на нее отнять желание любить и быть любимой. И поэтому, мне кажется, она предпочла богатому вельможеслуку, молодого, не совсем богатого, молодого человека, Эдуарда. Вот, и вообще, мне кажется, несмотря на то, что она добрая и покладистая, и любящая дочь, мне кажется, что все равно в ней присутствует некоторая перчинка, вот, и она, поэтому, идет наперекор своему отцу, и вообще, я считаю, что мы, молодые и красивые, предпочитаем молодость и красоту, каким-то богатством. Подоплеки никакой нет, он действительно любит Фанни, они уже встречаются, но встречаются тайно, слуги об этом знают, папа не знает, и они всячески скрывают этот факт от папы и боятся его реакции на данный факт. ПЕСНЯ 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 Звучит музыка. Я бы это назвал такой трусоватый хитрец. Сначала это у него естественно испуг от угроз Эдуарда, ну а потом возможно он считает, что каким-то образом ему выгоднее избавиться от этих сумасшедших фаней Эдуарда и в конце концов завладеть калорийной. Я вообще сроднилась так со своей героиней, мне так импонирует этот образ. Она такая молодая, жизнерадостная, целеустремленная, гиперэнергичная. И она вообще в курсе всех событий, что мне тоже очень присуще, что происходит в доме. Ну вот единственное, чего не хватает, это конечно же любви. Есть Нортон, ну это для нее уже прочитанная книга, ей уже неинтересно. И тут появляется он, такой статный, красивый, галантный, иностранец. Естественно, сразу же флиртует с ним, влюбляется. Ну и по стечению обстоятельств он отвечает ей взаимностью. Здесь не хотелось каких-то, знаете, таких эстетских изысков в этом спектакле, в этих спектаклях. А хотелось такой хорошей, такую хорошую комедию положения. Вот как, мы знаем там фильм Труфальдина из Бергана, да, где потрясающий Райкин сыграл, где куча образов такой комедийной, постоянно живой. Мы в оперном театре все привыкли, что есть какие-то штампы, есть какие-то условности, ну понятно, что надо петь, тем более Белькан, это сложнейшие партии, проладают, аферитуры, и сложно все. Но тем не менее, мне кажется, у нас это получилось, потому что и артисты очень старались. Мы сделали такой хороший, живой спектакль. Даже зрителю, который считает, что оперный жанр малодинамичный, я приглашаю, пусть придут посмотреть. Могу сказать, что спектакль состоялся в коротчайшие строки, два спектакля. Ну фактически за 20 репетиций, не дней репетиционных, поставили вот спектакль. Это же не только благодаря мне, благодаря дирижеру. Потому что у нас появилась такая команда, что мне очень нравилось, как и бестиаривало. Была команда, и все с удовольствием работали. И никто там не ныл, никогда не говорил, времени мало. Ну страх был, конечно, что не успеем поначалу. Но когда я увидел, что все включенные выходят, приходят, и все на репетицию приходят с улыбкой. И так что, и боже мой, опять репетиция. Ну вообще-то бесконфликтно прошло все. В двух спектаклях, как объединяющий, есть корабль. Потому что в первом приплывает «Гаспар», во втором появляется слух. И все время, ну корабль тоже какой-то символ, может, какого-то движения. Я вообще музыкант сначала. Я изначально велончелист, десятилетка, и думал, что этим и буду заниматься. Потом я опять поступил в консерваторию на вокальное отделение. Потом мне захотелось больше театра, я пошел на театральное отделение актеров. Но я могу сказать, что театр, ну и работа в киевских театрах долго, в академическом молодом театре, и работа с детством в театре Арабеске, очень много дала. Потому что, на самом деле, ты театр начинаешь изучать изнутри. И ты начинаешь понимать механик всего. Ну в оперном театре я вообще с детства сюда хожу. Я сначала очень много выбегал, раньше показывал. Я сам за всех отыгрывал. Сейчас я стараюсь больше объяснять уже, давать задачи. Нельзя быть вокалистом, да, там, или там, певцом. Мне нравится общее слово, артист. Это многогранит. Предлагаем вашему вниманию некоторые события Харьковской афиши на ближайшее время. 12 января Харьковский национальный академический театр оперы-балета имени Лысенко, Петр Ильич Чайковский, опера «Фантасмагория», «Черевички», начало в 18.00. Театр мускомедии, мюзикл «Осторожно, волшебный лес», начало в 11.00. Вечером на сцене мускомедии оперета Иоганна Штрауса «Летучая мышь», начало в 18.30. Органный зал в рамках фестиваля искусств «Рождество в Харькове» представляет концерт солистов Симфонического оркестра «Филармония» Евгения Музыканта, Скрипка, Максима Тиунова, Альт и Юлии Петрушенко, Велончель. В программе «Бах», «Моцарт», «Шуман», «Брамс» и другие авторы. Партия органа Станислав Калинин, начало в 18.30. 13 января Харьковский национальный академический театр оперы-балета имени Лысенко приглашает на музыкальную сказку «Хатабыч», начало в 11 часов. Вечером на большой сцене балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик», начало в 18.00. Органный зал приглашает на концерт для саксофона в сопровождении органа. Солисты Анна Степанова, саксофон «Одесса», Станислав Калинин, орган. В программе произведений Баха, Пьецола, Марина, Гершвина, начало в 18.30. 14 января Хатаб «Малая сцена», опера «Лысенко», Наталка Полтавка, начало в 18.00. Сцена театра мускомедии представит оперу «Буффо» композитора Фиораванти «Деревенские певицы» в исполнении артистов оперной студии Харьковского национального университета искусств имени Котлеровского, начало в 18.30. 15 января Хатаб приглашает на балет Минкуса «Дон Кихот», начало в 18.00. 16 января Органный зал, концерт академического хора имени Палкина под управлением Андрея Сиротенко, начало в 18.30. 17 января Хатаб, премьера музыкальной комедии Иоганна Штрауса «Летучая мышь», начало в 18.00. Органный зал, музыкально-поэтический вечер «Лилии Сапко», светлая рождественская ночь, начало в 18.30. 18 января Большой зал Харьковского национального университета искусств имени Котлеровского, концерт молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский», дирижер Парвис Яхьяви, Австрия, солист Наталья Уласевич, сопрано «Киев», начало в 19.00. Хатаб, вечер балета на музыку Федерика Шопена, Шопеняна и Дмитрия Шестаковича «Барышня и хулиган», начало в 18.00. На сегодня все и до встречи. Любите музыку и театр – источник света и духовного развития. Субтитры создавал DimaTorzok